Я дала 5 тысяч рублей и вышла. А где проработки? Какая-то рисковая. Инфобизм это какая-то лакмусовая бумажка. Верните мне деньги! Если у меня нет очереди, все, я неценный эксперт. Блин, это не работает. Рассчитывал, например, на 5 миллионов заработал, 1 миллион. Как мне сейчас в моменте срубить денег? Поняла. План по запускам полнирда, премия инфобизнеса. Оставайтесь верными себе, и я уверена, что у вас точно все получится. Спасибо тебе огромное за интернет. Всем привет, дорогие друзья. Меня зовут Наталья Чекрина. Я наставник экспертов и помогаю экспертам выстраивать воронки продаж, делать системные бизнесы, системные запуски, и самое главное, продавать на высокие чеки. Сейчас вы смотрите это интервью, и оно входит в серию видео «Расскажи про инфобизм». Сегодня у меня в гостях прекрасная девушка, элегантная, красивая, умная, топовый стратег Аня Мальцева. Аня, привет! Привет, Наташа. Привет, ребят. Давайте чуть-чуть расскажу о себе. Зовут меня Анна Мальцева. Я являюсь стратегом лидеров рынка. Я продюсер, я партнер, и я все-таки маркетолог. 14 лет я в маркетинге, 10 лет я работала на заводе маркетологом, стала лучшим маркетологом в России. И, возможно, мой опыт привел меня к тому, что я сейчас являюсь стратегом лидеров рынка и запускаю большие крупные продукты. На март у нас план по запускам полнерда, поэтому я думаю, что не просто так я сегодня здесь оказалась. 100% не просто так. Мне очень важно было, чтобы ты пришла ко мне в гости, потому что, во-первых, я хочу, чтобы ребята узнали о том, как создавать очереди на свои продукты, как продавать через социальные сети. И я точно знаю, что сегодня мы сможем с этим разобраться. Поэтому обязательно нужно подписаться на мой канал, поставить лайк и оставить свои комментарии, если в процессе видео они у вас будут возникать, возможно, какие-то вопросы. Сейчас расскажу, почему для меня лично Аня крутая. Потому что для меня Аня — это человек, который воплощает в себе все качества о тех, что мечтают миллионы женщин. Это красота, ум, женственность, и при этом действительно сильный стратег, мощный эксперт, мощный продюсер, который может выстроить систему, выстроить команду и сделать эффективные максимальные результаты. Верно? Ну, я надеюсь, что так. Спасибо, Наташа, мне на самом деле очень ценно слышать о себе такие очень приятные вещи. Спасибо, Наташа. Наверное, в первую очередь это путь. Ну, то есть невозможно просто так прийти и сказать, что прямо сейчас у меня очередь на продукты, и действительно у тебя выстроится по-настоящему очередь. Это можно делать какую-то мнимую историю, что сейчас в инфобизнесе мы видим. На самом деле до этого всего стоял путь. Это 14 лет маркетинга, 4 года, когда я занимаюсь собственным бизнесом, и 3 года я занимаюсь продюсированием. Ну, и, конечно же, есть определенная стратегия, каким образом можно формировать эту очередь. И в первую очередь, ну, наверное, самое главное, это воспитание аудитории. То есть это воспитание, что ко мне можно попасть в определенное время, да, и в другое время я не беру. И люди уже привыкают, они ждут. И когда я разрешаю у меня купить, они покупают. Ну, наверное, основное вот так. Так, основной такой момент. А давай мы с тобой как раз немножечко копнем в сторону с того, с чего все начиналось. Помнишь ли ты самый свой первый продукт? Какой он был? Мы про инфобизнес? Да. Начиналось все здесь, на Бали. Получается, что 3 года назад я играла в трансформационную игру Лила. И девушка, с которой я поиграла, я поиграла, если кто-то знает, что это за игра, с нее вообще началась моя история, история этой игры. И было очень интересно, там нужно было, там, ты переходишь, разные ходы, и я выкидываю 3 раза кубик и выхожу. И я такая думаю, так, я отдала 5000 рублей и вышла. А где проработки? А где трансформации? А где инсайты, осознание? Верните мне деньги. Я такая сижу, думаю, что это, что это, кажется, меня развели. Но когда я увидела, как идут проработки, трансформации у моих девочек, которыми я была, я поняла, что в целом, наверное, у меня все действительно ничего. И после этого я улетела в Россию, а когда я была здесь на Бали, у меня был ответ, а кто я? У меня был такой переломный период. Она выставила пост любви к себе, ну, типа, про любовь к себе. И я такая сижу, а я настолько всегда работаю, у меня такой хардкор. Я такая, любовь к себе, что это такое? И я беру, делаю репост этого поста, и говорю, девчонки, давайте организуемся в чатик, и будем каждый день какие-то задания скидывать, ну, для того, чтобы вот эту любовь к себе прокачивать. И у меня в чате сто, там, двадцать или сто пятьдесят человек. И я такая, так, а я же не эксперт, что я им дам? И в этот момент я пишу Наде, я говорю, Надя, привет, ты написала пост, там у меня репост, там группа сто пятьдесят человек, нужно провести какой-то марафон. Она говорит, без проблем, давай проведем. Она говорит, можно я своих позову? Я говорю, давай. И так у нас на первом марафоне любви к себе двести двадцать два человека. Ну, я как гениальный маркетолог, я сразу же сделала разные там инструменты, благодаря которым мы получили виральный охват. То есть нас регулярно начали все отмечать, у нас просто там взлетела статистика, все хотели пласть на этот марафон, и он внутри был очень качественный. Она давала такие практики, мы его не продавали, там были замечательные практики. И таким образом у нас собирается следующий поток, двести двадцать два человека снова. Двести двадцать два, меня вообще преследует эта цифра. И в этот момент я понимаю, ну все, будем зарабатывать деньги, будем продавать. Продукт ценный, спрос есть. И таким образом мы начали зарабатывать. Три года назад у нас там запуск на триста тысяч, на семьсот, на миллион сто. Мы начали закупать рекламу у всех блогеров. Я такая, все, я жизнь хакнула. И с этого момента началась моя история в продюсировании. И, наверное, чем я отличаюсь от других продюсеров и от людей, которые создают инфопродукты, я создаю их с нуля. Ну то есть блогер, с которым начинала работать, она действительно хороший эксперт, но при этом она не была блогером, у нее было тысяча семьсот подписчиков. Я раскрутила ее с нуля, она узнал абсолютно весь рынок, инфобиз. Потом мы стали продавать уже, обучать учителей этой игре и лила. И с этой историей начался вот ко мне такое пристальное внимание. Про меня начали говорить, ко мне начали обращаться. Люди, которые у нас проходили, сказали, что у меня тоже там есть разного рода продукты. Запусти меня, запусти меня. И, наверное, путь продюсирования вот такой вот уже осознанный. Потому что до этого у меня были тренинги, я организовывала тренинги просто офлайн. Мы собирали бизнес-тренеров, привозили. У меня маркетинговая компания, у меня самом агентство. То есть до этого у меня все равно был бэкграунд. Вот, и я соединила весь свой опыт. Для меня тогда продюсирование неосознанно, то есть еще такое понятие, как вот продюсер, запуски. Это уже в 2020 году, когда случилась пандемия, вот тогда был всплеск этих понятий. Да, да, да. Вот, а до этого не было. И, наверное, то, что я делала, было как раз-таки на основании моих каких-то обучений. Правильно я понимаю, что это было, вот ты говоришь, мы сделали так быстро этот запуск, мы собрали людей. Правильно я понимаю, что там не было никаких финансовых вложений, было просто ваше желание делать этот продукт, ваше желание реализовываться, помогать людям. И благодаря вот этому мощному желанию у вас получился такой результат. Да, у нас не было никаких вливаний, мы заработали первые деньги, и я уже тогда, занимаясь бизнесом, я понимала, что это такое. Мы ни копейки не взяли на собственные расходы. Мы реинвестировали все эти деньги в трафик, мы реинвестировали все эти деньги в личный бренд, и с этого началась наша история. И когда мы потом уже расходились с этим экспертом, то есть какой-то прошел путь у нас определенный, она мне сказала, вот за что я тебя сильно благодарю и люблю, это за то, какая ты рисковая. То есть мы могли идти в банк, покупая нам последние деньги, там 150 тысяч рублей, рекламу у блогера, она могла зайти, либо не зайти. Это уже в процессе, когда вы уже начали выстраивать. Это уже в процессе. Поначалу мы все выстраивали без денег. Я считаю, что для того, чтобы начать, на самом деле нужно немного. Нужен эксперт, который действительно является экспертом в своей теме. Не просто пришел и сказал, что я хочу сейчас обучать, я хочу создать инфопродукт. А действительно, у нас же есть два канала, как мы можем создавать, да, вот эту ту самую экспертность и тот самый, получается, очередь на свои продукты. Это когда я настолько классный эксперт, у меня настолько крутой продукт, что ко мне все обращаются и мне говорят, научи. А второй вариант, это когда мы искусственно создаем эту очередь, искусственно создаем свою экспертность, искусственно притягиваем людей к себе на обучение. То есть два пути развития. Есть он условно органичный, а есть искусственный. Но и в том, и в том случае может быть классный результат на самом деле. И я не говорю, что какой-то из них хороший, какой-то из них плохой. То есть можно идти по любому пути. А у тебя есть какая-то, может быть, твоя собственная история или, не знаю, формула, как вот стать этим востребованным экспертом, про которого ты рассказываешь, если мы разбираем два пути. Искусственно, ну для меня лично все понятно. Если аудитории нет, ребят, значит, будет отдельное видео на этот счет. А вот именно такой органический, знаешь, как стать. Но ты сейчас, я уверена, что и два-три года назад ты была уже таким сильным, мощным экспертом. По-другому бы вряд ли получилось вообще построить то, где ты сейчас находишься, оказаться. Как какие-то, может быть, такие особенности твои или какие-то лайфхаки, как ты заметила эту востребованность внутри себя, может быть, создать? В чем проблема на самом деле? То есть большинство людей сейчас думают, что инфобис это какая-то лакмусовая бумажка, что это какая-то волшебная таблетка, что сейчас я зайду и заработаю свои миллионы. Но на самом деле это абсолютно не так. Есть там категории блогеры, которые научились развивать свой блог, у которых классные блоги, но они не продают свои инфопродукты. Они умеют классно развлекать аудиторию, аудитория их любит. Но у них нет классных, качественных инфопродуктов. И все их инфопродукты, это как мне сейчас в моменте срубить денег. Есть второй путь, это когда ты действительно эксперт в том, что ты делаешь. Есть такое понятие, пресловутые там отработанные 10 тысяч часов практики. И они на самом деле никуда не ушлись. Если у тебя нет наработанной практики, наработанного опыта, кейсов, результатов, спроса на твой продукт, а все это нужно формировать. Каким образом? Первое, это заявлять о себе. Но в принципе сказать, что вот, привет, я есть, я и эксперт. В любом формате, если у тебя там товар, услуга, либо еще что-то, ты начинаешь про это говорить, у тебя приходит аудитория, у тебя приходят клиенты. И что нужно сделать? Нужно сделать так, чтобы твой клиент остался доволен, чтобы твой клиент привел еще два. Он привел два, другой привел четыре, потом пришло шесть. Раньше не было никаких инстаграммов, был просто сарафан. И те, кто классно, качественно свои дела делали, к ним приходили. Также сейчас работают, у меня большое количество клиентов, у которых нет инстаграма, у них есть классный сарафан, и они работают просто с миллиардерами, список Forbes и прочее, прочее, прочее. Им не нужен никакой инстаграм. И они вроде бы, как им все говорят, они вроде бы как хотят сейчас туда зайти. А у тебя есть сарафан? У тебя работает эта история? Безусловно, безусловно. Ну, то есть, и про меня, наверное, мой такой бум был, когда в 2020 году, когда не я говорила о себе, что я классный продюсер, а когда люди говорили о том, что есть Мальцева, она классный продюсер, у меня классные результаты. И я являюсь первым результатом своего продукта, и второе, я действительно создаю крутые, качественные продукты, которые не нужно продавать, а которые покупают. И я даю возможность, чтобы их купили. И точно так же в партнерстве с моими экспертами, то есть я запускаю экспертов, да, я беру исключительно твердого эксперта, у который уже умеют продавать, у которого уже есть спрос, на него, у которого уже есть кейсы, и мы идем с ним на умножение. Потому что если эксперт сам не создал для себя входящий трафик клиентов в любом размере, то ему не поможет никакой продюсер. То есть тогда это будет искусственная история. Тогда это будет притяжение, знаешь, когда мы берем какой-то бюджет и пытаемся накрутить что-то там с помощью различных инструментов, развить, расширить каким-то образом эксперта, да, Тиму? Есть инфобизнес, а есть образовательный бизнес. Вот. У нас кто-то занимается образовательным бизнесом, это когда мы строим все, да, логически, когда у нас есть какая-то стратегия. А есть инфобизнес, это когда мы хотим в моменте заработать, хайпануть, вложить денег, быстро получить прибыль. И вот, но и в образовательном бизнесе, и в инфобизнесе есть как хорошие качественные продукты, классные эксперты, так и те, которых лучше пройти. Ты прям разделяешь эти истории, да, инфобиз и образовательный. Однозначно. Образовательный бизнес — это игра в долгую. Это игра не здесь и сейчас вытащить прибыль, а это бизнес. Это когда мы выстраиваем долгосрочный бизнес, который, может быть, не в моменте нам приносит результат, но в долгосрочной истории он приносит нам результат. И в образовательном бизнесе, как правильно, маржа будет сильно меньше, чем в инфобизнесе. В инфобизнесе нужно здесь сейчас в моменте заработать. Инфобизнес — это такая история, когда блогер захотел запустить курс, он его запустил, завтра закрыл, запустил другой, после завтра закрыл, запустил третий, потом он вообще начал продавать товарку, потом он снова... Ну, то есть это вот такая вот история, которая сильно изменчивая, непостоянная, но при этом она может органично вписываться в этого блогера, в этого эксперта, и для него так окей. Для него не окей строить систему, потому что он может быть настолько многогранной личностью, он сегодня авторские туры запускает, завтра у него, не знаю, какие-то там ретриты, сегодня у него какие-то тренинги, ну, то есть это тоже окей для него. Ну, то есть я не обесцениваю сейчас ничего. А как ты считаешь, вот это вот такое легкое отношение к тому, что мы постоянно... Люди меняют ниши, что-то придумывают новое, оно влияет на доверие, влияет на лояльность, вот на эту очередь, которую можно выстроить на свои продукты? Я хочу сказать, что мы сейчас живем в такое время, когда мир очень сильно меняется. У нас период информационных технологий, которые сейчас уже искусственный интеллект, который заменяет уже, может сам писать тексты, нам скоро не нужны будут копирайтеры, он может делать крутые рекламные креативы, он может создавать видео, он может создавать... Можно уже блогера создать из искусственного интеллекта, понимаешь? То есть, и все так быстро меняется, соответственно, происходит... У нас есть новые технологии, и появляются новые профессии, и человек находится в регулярном поиске этих новых решений и в поиске себя. Поэтому, если вчера ты занимался одним, сегодня ты занимаешься другими, считаю, что это абсолютно нормально, ты ищешь себя. Здесь еще очень важно... Для меня есть такое понятие, как фокус, да? Когда ты можешь долго себя искать, пробовать разное, говорить, что я себя ищу, мне ничего не получается, а можешь сфокусированно заниматься одним делом. Вот для меня фокус очень важен, и я этот инструмент для себя приобрела 4 года назад, когда я занималась СММом, у меня было параллельно 5-10 клиентов, и ты понимаешь, вроде бы... Ну, вроде бы ты все понимаешь, но ты не успеваешь везде классно реализовать ту стратегию, которую ты задумал, потому что у тебя одновременно 10 бизнесов, условно. Вот, поэтому... К чему я это все подвожу? К тому, что мы можем действительно менять ниши, мы можем действительно меняться, и это нормально. Влияет ли это на очередь? Здесь очень важно понимать, что то, чем мы сейчас в моменте занимаемся, это инструмент по формированию твоего личного бренда. То есть сейчас ты занимаешься, условно, запусками, воронками, да? Это инструмент по формированию твоего личного бренда. Завтра ты можешь быть... Чуть-чуть поменять нишу, и более там уйти в какую-то другую глубину, там, в маркетинг, либо еще что-то. И в любом случае потом ты остаешься кем? Ты остаешься анимальцей, которая может продавать все, что угодно. То есть я могу сделать просто абсолютно разные запуски только потому, что у меня есть имя. Я могу зайти в абсолютно разные партнерства, потому что у меня есть имя. И вот наша, по сути, реализация — это инструмент по формированию нашего личного бренда. Почему тебе сейчас фокус в основном? Мой фокус не меняется. Мой фокус — это продюсирование. И с недавнего времени год, когда я являюсь экспертом, то есть я запускаю свое обучение, но я начинаю их запускать тогда, когда у меня такое количество обращений в работу, что я не могу их проигнорировать. И у меня такое количество знаний, что я не могу не делиться ими. Ну, то есть я понимаю, что у меня есть что сказать, у меня есть опыт. Например, когда случилось 23 февраля, половина, условно, там, инфобизнеса, они вообще в принципе не делали ничего, у нас бизнес не остановился ни на день. Мы поддерживали тех клиентов, которые у нас были, мы делали те запуски, которые у нас были запланированы. И за это время я реализовала огромное количество запусков, и у меня было огромное количество партнерств. И за счет чего я получаю тот самый ценный опыт, который изменяется в силу того, что мы меняемся, меняемся в принципе там, где мы в нашей среде и в нашей сфере очень быстро все меняется. И невозможно не быть, как говорится, в полях, невозможно не выполнять свою работу в полях. Вот, поэтому мой фокус — это продюсирование, крепкое партнерство и собственная экспертность. Супер, слушай, вот давай как раз на эту тему поговорим по поводу крепкого партнерства. Сколько у тебя сейчас проектов в работе? У меня продюсерский центр, там порядка 10 проектов, которыми занимается моя команда. И я работаю с двумя-тремя, не больше, в год проектами. Расскажи, как тебе здесь вот два-три проекта у тебя классных удается фокусировать внимание и вот как раз качественно выполнять свою работу, что ты, собственно говоря, и делаешь. Как тебе это удается? Мне кажется, это качество личности. Когда ты любишь работу, когда ты реально любишь. То есть я реально трудоголик, мне нравится работать. Это я соглашусь, это как сейчас, знаешь, вроде бы это моя работа и твоя, да, я в какой-то степени работаю, но я так кайфую, мне так нравится, что это качество личности, согласна. Соответственно, мне нравится, что я делаю регулярно, придумываю новые какие-то там решения, да. Вот, то есть первое, это любить то, что ты делаешь, любить проект либо партнера, то есть это тоже архиважно для меня. Вот, и в следующей стадии, когда ты спрашиваешь, как делать так, чтобы у тебя получаться, это, конечно же, команда. Без команды никуда. У меня большая команда, у меня больше 140 человек, и, соответственно, благодаря моей команде я могу работать с 10 клиентами, могу сейчас, я сказала вот вчера, с стенки, что я устала, мне нужно 2 недели отпуск, я могу идти в отпуск, и мои проекты от этого вообще не пострадают. Да, у меня выстроена система. То есть точка делегирования, точка масштабирования, точнее, точка масштабирования, это как раз-таки, когда у тебя появляется мощная команда. Ой, это отдельная тема, знаете. Команда, это моя боль тоже, которую я создаю, которую я веду из меня, и я буду с удовольствием на эту тему даже еще больше пообщалась, но у нас сегодня все-таки тема про очередь, и мне, знаешь, что интересно здесь, ты сейчас можешь поделиться, какие у тебя проекты или нет? Это возможно? Ну, у меня половина проектов NDI, а не разглашений, конечно, не всеми я могу поделиться. Основной проект — это я. Сейчас я делаю из масштабного, это премия инфобизнеса, которая у меня в партнерстве с ГИК-курсом, она будет в мае, которая разделит весь рынок на до и после, мы расскажем действительно, кто есть на рынке стоящий, кто делает большой вклад в рынок, у кого никто, знаете, я номер один там где-то, а кто действительно номер один, потому что либо это подтверждает цифры, либо это подтверждает результаты, либо это проголосовала аудитория. Ты расскажешь подробнее чуть-чуть, что это такое? Это какая-то премия? Это премия, которая будет проходить в Москве, и там будут номинанты, это весь рынок инфобизнеса. Это через ГИК-курс как раз, через их аналитику? Не только. Там есть несколько у нас категорий, как мы принимаем решения. Первое — это аналитика ГИК-курса, второе — это народное голосование условно, голосование в Инстаграме, и третье — это сформированные жюри, которые тоже голосуют. И под этим трем получается, что у нас есть вектора, по которым мы принимаем решение, кто все-таки является победителем в той или иной номинации. Потому что если мы будем говорить только про объем, то тогда у нас победят определенные школы, остальные будет просто неинтересно. Поэтому у нас есть абсолютно разные номинации, в которых можно победить не только, если у тебя есть, нет объема, либо у тебя есть объем в своей школе. Нет. Вот. Второй проект — это партнерство с Яном Сташкевичем. У нас и проект первый, и там разные еще вещи мы с ним делаем. Вот. Это тоже мое основное направление. Третий проект — это я и мои образовательные продукты. Я выстраиваю систему в своих образовательных продуктах. Сейчас у нас такая большая система масштабирования на самом деле. Вот. И основное мое направление — я являюсь стратегом для лидеров рынка. Вот. У меня получается, что в работе это три лидера рынка. Это Ксюша Гупина, это Артем Дюкарев, и это Даня Волк. И я с ними как стратег делаю сейчас их. Мы выстраиваем стратегии их. Получается, что образовательных продуктов, делаем с ними запуски. Вот. Наверное, из основного, что я могу поделиться, остальное — это уже у нас мое, получается, мой продюсерский центр, в котором есть другие запуски. Я думаю, сейчас, знаешь, половина зрителей сзади такая, ах, вот кто, благодаря кому. Ой, ребят, получаются такие крутые результаты. Ну, это все... Я не люблю говорить, что все это благодаря мне. И я являюсь вкладом в них, они являются вкладом в меня. И весь, все свои знания и опыт, и все, что я могу, да, я привношу в эти проекты. А говорить о том, что это все благодаря мне, это, наверное, слишком громко. Ну, пусть так. Да. Слушай, расскажи, я уверена, что многим интересно, как тебе удалось начать работать как стратег с такими крутыми лидерами, как Даня, как Артем, Ксюша, Ян и так далее. Ну, вот просто, понимаешь, огромное количество людей, кто нас смотрит, они точно сидят и думают, я тоже хочу, я тоже хочу, как мне начать, как мне вообще выйти. Есть какая-то фишечка твоя? Ну, опять же, делать свое дело хорошо. То есть этого бы не случилось, если бы предыдущего бэкграунда не было. То есть до этого, да, у меня есть, я там лучший маркетолог в России, я была наставником АЯЗа, Маши Афониной, Кудряшова, Захарьяна и многих-многих-многих, благодаря чему я набралась огромное количество опыта, вот, и обо мне, в принципе, узнали люди. Но у меня есть такая, одна из стратегий, которую я могу поделиться, это рост через проекты. Это когда ты понимаешь, что тебя, то есть, вот, например, классическое резюме. Да, я работала с тем-то, с тем-то, с тем-то, там в той, 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 той компании. Вот. А я расту через проекты, когда я реализовываю разные проекты, через которые меня узнают. Например, премия. Это проект, через который вы про меня будут говорить. Проект. Сто процентов. Да, партнерство там с Яном и наш проект первый, который мы открыли оркестром на полторы тысячи человек в офлайне, это проект, через который про меня будут говорить, проект. И то есть, обладая проектным мышлением, я не иду по пути, что я хочу работать с лидерами, а в моей голове немножко по-другому устроено. Я думаю о том, а какой проект я хочу реализовать, что мне хочется, что мне в кайф, а чего сейчас нет на рынке. И тогда, когда я понимаю, проанализировав, что я хочу реализовать, чего нет на рынке, у меня появляется какая-то идея и какой-то проект, который я хочу реализовать, и я думаю, у меня есть для реализации этого проекта определенные активы. Что я могу, у меня есть команда, я могу его выстроить, я знаю какой проект, у меня есть методологи, штат, система, деньги, вообще все есть, но мне не хватает, например, какого-то медийного капитала, мне нужен условно какой-то блогер. А кто блогер, который подойдет мне под определенный проект. И я, например, делаю ему конкретное коммерческое предложение, но, как правило, у меня 2% в моей работе, это когда я делаю коммерческое предложение, а все остальное, это когда приходит ко мне. И, соответственно, каждый раз я предлагаю такие проекты, которые интересны мне и интересны этим партнерам. И плюс у меня есть сформированная услуга, если мы говорим про стратегу, у меня есть сформированная услуга с высоким чеком, на которую приходят лидеры рынка. То есть, соответственно, это путь, это определенная стратегия, которая в принципе, которую нужно обладать. И опять же, вот то, что я сейчас говорю, оно не факт, что будет работать вообще у кого-либо. То есть это моя стратегия, которая работает у меня. И, например, у меня в наставничестве, и ты была у меня в работе, я индивидуально смотрю, а что нужно тебе, а что сработает у тебя, а какой путь у тебя, а как мы будем раскрывать тебя. Ну то есть невозможно взять одну стратегию, применить, и она даст результат. Ну так не бывает. То есть здесь, конечно же, это набор инструментов, которые, в принципе, работают, то есть нужно стать тем человеком, с которым захотят работать лидеры рынка. А вот как стать, это путь. Да, это самый сложный путь, в котором очень многих нет понимания, куда идти, куда двигаться. И здесь бывает иногда, знаешь, один ключевой момент, как у нас был, я расскажу, я действительно была у Ани в наставничестве, и благодарю тебя за тот опыт, который ты мне передала. Это для меня такой, знаешь, квантовый скачок, не только в финансовом, а именно в росте, в осознании, в расширении. И одно из ключевых действий, про которое я всем рассказываю, куда бы я ни пришла здесь на Бали, я говорю, мне наставник сказал, нужно переехать на Бали. Да, и знаешь, для кого это может казаться, что за наставник, что же тебе сказали, переехали на Бали. А ты такая, блин, ну ты прикинь, это просто изменило мою жизнь, там, понимаешь, прям на 300, не знаю, на 360. И это тот момент, который я, может быть, себе где-то внутри не позволяла, я хотела, я думала, но просто послушала тебя, как ты сказала мне это сделать, сделала, и в итоге глобально изменилась моя жизнь сейчас. И вот мы здесь с тобой сидим на Бали, записываем интервью. И, собственно говоря, за это я тебя хотела тоже поблагодарить. Спасибо большое. То есть, казалось бы, переехать на Бали, что это такое, да? Как это вообще входит в какую-то там стратегию, да? Но ты, получается, была в Таиланде, была там сколько, три месяца? Ну, почти. Да, когда мы просто плакали, когда ты уже переедешь. Ну, то есть, здесь главное мне как наставнику видеть те точки приложения усилий, точки роста, которые конкретно сработают у тебя. И я понимаю, что там тебе нужно расти через комьюнити, тебе нужно расти через оффлайн, тебе нужно выходить, потому что ты в онлайне молодец, ты снимаешь рилсы, ты проводишь свои, там прогреваешь и так далее, но у тебя не хватает атрибутов для того, чтобы люди говорили, что ты классно. Вот, соответственно, где, как ты можешь в Таиланде, когда нет среды, в которой ты развиваешься, как ты можешь делать там результат? Не можешь. Соответственно, у тебя есть либо условно Москва, либо там, не знаю сейчас, куда еще Дубай, либо Бали. Ты не хочешь ехать в Москву, потому что ты приехал как раз-таки на зимовку Бали, для тебя обходящий вариант. Ты понимаешь, что ты, переехав на Бали, приобретаешь, что ты приобретаешь? Да, и это, собственно говоря, путь, про который говорит Аня как раз, как стать тем самым человеком, это путь. И не каждому нужно переехать на Бали. Да, да, и это был тогда мой путь, и такой, и сейчас мой путь. И здесь действительно нужно, мне кажется, копать глубоко в себя и посмотреть, что ты хочешь, куда ты идешь, какая у тебя цель, что ты хочешь от этого получить. Первично. Да, первично, а потом уже выстраивать то, что подходит под тебя. И я соглашусь здесь с тобой, что только таким образом ты можешь измениться и стать другой личностью. Смотри, мы сегодня говорили про партнера, про то, что это одна из стратегий, про проект и так далее. А подскажи, вот, допустим, у меня есть идея, да, в голове уже такая сформированная, которую я бы хотела реализовать с кем-то, но вот не могу найти человека, с кем это реализовать. То есть у меня есть какие-то проекты, которые я уже реализовала, элементарный выезд на мастер-майнд оффлайн на Бали здесь я сделала, и сделала его просто там за две недели, сделала его тоже в партнерстве с девушкой. И, например, дальше у меня есть следующие идеи проектов, которые бы я хотела реализовать, там, с крутыми целями, задачами. Как мне найти партнера под этот проект? Первое, это продумать, какой я хочу проект. Ты говоришь, что проект у меня, идея проекта у меня уже есть. Это замечательно, потому что у многих изначально даже идей проекта нет. Дальше, следующее, ты выписываешь свои, то есть что мне нужно, чтобы реализовать этот проект. А могу ли я реализовать его одна, либо не могу. И следующее, что ты делаешь, ты выписываешь свои активы, которые у тебя есть для реализации этого проекта. То есть что у меня есть, что я закрою и чего мне не хватает. И после того, как ты выпишешь, что мне не хватает, у тебя в поле явно появятся какие-то хотя бы гипотезы, с кем бы ты могла бы взаимодействовать по поводу этого проекта. И ты начинаешь анализировать, ты начинаешь общаться с людьми на предмет поиска того самого партнера, анализировать условно социальные сети, с кем я хочу поработать. Возможно, это есть человек, за которым ты уже наблюдаешь, и он тебе уже нравится. Возможно, это будет какое-то знакомство, когда ты придешь на какое-то целевое мероприятие, ты увидишь человека, классно, я бы с ним повзаимодействовала. То есть дальше мы начинаем поиск того самого партнера. Но первично нужно понимать, вот я всегда делю активы. Какие есть активы у меня, и какой партнер с какими активами мне нужен для того, чтобы реализовать этот проект. И тогда становится сильно проще, потому что проблема-то в том, что люди они как делают. Они говорят, так, вот мне нужно поработать с этим человеком, а то, что ты этому человеку нафиг не упал, и ты ему ничего не дашь, это никого не волнует. И здесь ключевое, нужно понимать, что ты дашь человеку, с каким предложением ты к нему придешь, и, соответственно, какие активы есть у тебя, какие активы у него, и почему ему будет интересно с тобой то самое партнерство. И тогда запартнериться очень легко. Ну, то есть ошибка людей в том, что они думают, не что я могу дать, с кем я хочу поработать, а что я хочу взять вот от того или иного, ну, если я как продюсер говорю, там, смотрят на блогера, на эксперта, я хочу поработать, его позапускать, условно. А что ты ему дашь? Именно поэтому, да, проблема на рынке, что с продюсерами работать никто не хочет, потому что продюсеры приходят, выжигают рынок, и, соответственно, эксперт остается там, ой, выжигают охваты, и эксперт остается с выжженными охватами. Вот, соответственно, сейчас вот у меня есть продукт, да, продюсер нового уровня, когда я рассказываю, как быть тем продюсером, с которым хотят работать, как развивать своего эксперта, как быть вкладом своего партнера. Это знаешь, на что очень похоже? Это когда ты в отношениях приходишь, и ты хочешь только требовать-требовать что-то от своего партнера, точно так же, да, в семье, например, а взамен ничего не давать. И здесь, мне кажется, когда формируются такие отношения, это отношения, равные как в семье, то есть когда мы, ну, когда нам комфортно с обоим, когда у меня есть что тебе дать, у тебя есть что тебе дать, и нам хорошо, да, И в таких случаях там получаются продолжительные долгосрочные отношения, где мы вместе растём, вместе развиваемся и вместе делаем финансовый результат. Это есть Хаббард, и у него есть закон обмена. Закон обмена — это сначала исходящий, а потом входящий. И чем больше ты на исходящем, тем больше входящего ты получаешь. Например, ты можешь что-то сделать для людей просто, не ожидая ничего взамен. И ты получишь, ну, может быть, не от этого человека. Ты получишь откуда-то, обязательно ты получишь. Но большинство людей почему-то сейчас, они на входящем. Дай, дай, мне, хочу. Даже, например, когда я беру сотрудника в работу, и я на работу. И когда я беру его, я спрашиваю, почему ты ушёл с предыдущего места работы? И если он говорит, что да там руководитель такой плохой, я понимаю, что следующим плохим руководителем стану я. А когда он говорит о том, что ну, у меня не получилось там, я вырос через условное «я» сообщение, не обвиняя весь мир в том, что все виноваты, я понимаю, что, в принципе, это осознанный человек со взрослой позицией, с которой мы можем выстраивать какое-то взаимодействие. Вот. Поэтому для меня очень важно правило вот этого вот как раз обмена. И я человек, который много на исходящем. Я много отдаю, я много делаю проектов. Не ожидая где-то что-то вот в ответ вообще. И ты получаешь иногда кратно больше, когда ты действуешь вот суперэкологично, органично. Это не то, что типа «так, я знаю, сейчас я что-то сделаю, и я получу». Так тоже не будет работать. Это опять же про входящий поток изначально. Слушай, смотри, а это непохожая история, когда вот, знаешь, мы проект создаем в легкости, и такой проект-система, да, когда мы там готовим, когда все разрабатываем. Ты, если тебя рассматривает тогда, ты как? То есть какой человек, который такой вот все в легкости, на изи, знаешь, здесь попробовал, здесь получил, а здесь не получилось? Или человек, который все-таки готовится, продумывает, прописывает какие-то стратегии? Или может вообще у тебя есть какая-то третья история? Мне кажется, что сейчас есть подмена понятий, что такое работа в легкости. Потому что когда у меня недавно продюсер, я сказала одной девушке, типа «иди, сделай запуск в легкости». То есть для кого-то кажется, что сделать запуск в легкости, это значит ничего не делать и свесить все на команду. То есть работа в легкости, это значит, мне должно быть легко, а сложно остальным. А работа в легкости, это же вообще про другое. Это про то, что ты делаешь то, от чего тебя зажигает, что ты кайфуешь, делая свой проект, работая со своей командой. И кто говорит о том, что выстраивать структуру должно быть тяжело? Выстраивать систему, структуру может быть на самом деле очень легко. Вот, и вот эта вот подмена понятий, которые сейчас есть, которые для меня лично непонятны, это там выгорание, работа в легкости. И значит, работа в легкости, значит, мы ничего не делаем, мы где-то на бале пьем кокосы, а у нас должно как-то там все это дело наше происходить. Нет, на самом деле это немножко по-другому. Просто вот так только что-то попадает, какое-то понятие в публичное поле, так оно становится очень сильно опошленным. То есть оно становится очень сильно испорченным. Вот, а если посмотреть вглубь и в корень, то на самом деле работа в легкости, это классно. И я выстраиваю систему, работая в легкости. Для меня это тоже работа в легкости, это когда ты делаешь то, что тебе дается легко. И неважно, это, например, табличка, или это структура, или это просто пойти и нетворкинг на нетворкинге продать. То есть это работа, которая тебе дается легко. И ключевое, ты сейчас сказала, ты делаешь. То есть если ты ключевое, ты делаешь, а подмена понятий в том, что кажется, что все должно происходить легко. Я тоже с кем общаюсь, с экспертами, когда мы обсуждаем какие-то там стратегии, еще что-то очень многие говорят о том, что «Ой, не-не-не, это очень сложно, я хочу легче, я просто пойду помедитирую, и все само случится». И у меня была недавно одна девушка, и когда у нее там не срастались немножечко наборы аудитории на свой продукт, она говорила «Ну ладно, я тогда пойду медитировать». И люди придут сами. А я сидела и думала, в смысле, как, ну, они не придут сами, если ты просто, ты можешь медитировать, чтобы освобождать свой ум от тревоги, от переживаний, но это не исключает того факта, что тебе нужно делать, что тебе нужно продумывать историю. 100% у меня была недавняя история, у нас уже девочка на наставничестве, и в один момент у нас девушка одна говорит «Ань, ну вот ты понятна, ты с таким прокачанным пышлением, ты такая молодец, но у нее явно затык, ей нужно в регрессию». В этот момент я так психанула, я про это еще в сторис рассказывала, я говорю о том, что вы понимаете, что я — это набор опыта, да, это какие-то ошибки, это регулярные действия, вот, и как продавать? Есть же тысяча и один инструмент, как продавать. Не подходит этот, давай сделаем следующий. Проблема в том, что, опять же, подмена понятия людей, что я сейчас пойду на регрессию, сейчас я пойду помедитирую, сейчас я пойду еще что-то, и что-то произойдет. Нет, я считаю, что самопознание — это важно, и я, например, работаю, сейчас я работаю прям, ну, у меня очень большие глобальные проекты, и я утром иду на одну практику, вечером на другую, в баню, еще что-то для того, чтобы у меня было пространство для мыслей свежих, для того, чтобы я не утопала в операционке, для того, чтобы мне было легче. Но при этом мне все равно нужно делать. И когда я прихожу, помедитировав условно, я прихожу из другого состояния, и мне легче делать. У меня свежий взгляд, у меня классные мысли. Согласна. Да, но это не говорит о том, что если я буду медитировать, то у меня будет продаваться все само. То очередь выстроится сама. Подписчики появятся из-за того, что я медитирую. Вот. Это все, конечно же, опять же, очень сильно пошлино. Это такой некий, знаешь, маркетинг продажи медитации, на мой взгляд. Вообще все в нашей жизни маркетинг, и все можно сделать, очень выгодно все подать, то, что ты хочешь. Главное — уметь. Главное — быть хорошим стратегом. Правильно я понимаю? И хорошим маркетологом. Точно, на сто процентов. Смотри, и я еще хочу тебе задать один вопрос. Мы сегодня много говорили про то, как выстраивать очередь, как работать с партнерами, как подбирать проекты. Но я начала наше с тобой интервью с того, что я тебя восхищаюсь, потому что тебе удается совмещать в себе и маму, и жену, и бизнес-партнера, и предпринимателя. Давай простой такой человеческий вопрос. Как ты, блин, все успеваешь? Не всегда так было. То есть, мне кажется, к этому приходишь, когда есть какая-то крайность. То есть, когда ты, например, очень сильно много работаешь, и ты понимаешь, что у тебя ухудшились отношения в семье, а я в отношениях 15 лет, у меня дочке 10 лет. Либо когда ты, наоборот, такая вся мягкая, в этих женских энергиях, и все так классно, ты смотришь, что я по бизнесу поехала. И такое у меня тоже было. И когда ты как раз-таки, ты личность, ты проходишь какой-то путь, и всегда этот путь, не всегда он такой гладкий, он может быть тернистым. И, соответственно, ты понимаешь, что очень важен баланс. И ты, например, в отношениях, когда ты понимаешь, что я не могу сейчас, мне нужно работать, и у тебя в отношениях условно есть какие-то перекосы, я просто иду в то, что мне непонятно, а как мне сделать так, чтобы у меня было и в отношениях хорошо, и в работе хорошо. И я обретаю какие-то новые знания, я обретаю какие-то новые инструменты, я применяю их на себе и понимаю, что оказывается, что я могу управлять, я могу быть на работе руководителем, которого будет слушаться 140 человек и выполнять все те бизнес-задачи, которые необходимы. Потом, и это я буду делать на сильно мужских энергиях, потом снимать свои фантомные яйца, откладывать их за дверью, и потом приходить к мужу мягкой, вдохновляющей женщиной. И тогда, когда ты понимаешь, что оказывается, что тебе можно управлять, не приходи домой, я устала, идите варите мне щи, борщи, иди детей отводи в школу, в сад. И я же вижу эти перекосы у этих женщин, которые много чего добились. На самом деле, у нас был, когда век наших родителей, это что? Эта женщина должна быть замужем. Женщина должна быть замужем, мужчина кто? Он добытчик. Потом наш период, это когда я все могу, я сама, я сильно независима, я такая-такая-такая, да. И в какой-то момент мы такие, а что-то я устала так. А почему это так? Мне как-то хочется и по-другому. Я хочу ласки, я просто хочу свернуться калачиком, на ручки хочу. И вот я считаю, я сейчас это прям везде говорю, и я вижу, как дальше-то люди несут это, так скажем, дальше уже в массы, что сейчас такой период женщины, которая умеет управлять, которая умеет быть и замужем, и которая умеет сама, и она просто искусно этим управляет. А как я хочу сегодня? А сегодня я хочу, чтобы мне мужчина давал денег, либо сегодня я хочу быть сильным руководителем. И вот для меня, это такой длинный ответ на вопрос, на том и на интервью, да, и для меня это путь. То есть, когда я обжигалась, понимая, что я так больше не хочу, и мое решение не сказать, что ну все, значит, мы разошлись характерами со своим мужчиной, он вот где-то там отстал, а я-то вот такая ракета. Да, полетела. Для меня очень важно идти вместе, вот, и в семье, и чем больше я расту, тем больше я смотрю в сторону себя, как личности, и тем больше я смотрю в сторону своей семьи. То есть, для меня очень важно, вот, например, да, вчера у меня был супер напряженный день, но перед этим я три часа была на гравите, и после этого я сделала свидание у мужа, мы пошли в бали дачу, и мы были с ним в бане, там, три-четыре часа мы провели вместе. Вот, соответственно, для меня это суперуправляемый процесс, но есть исключения. Есть, когда нам плохо, тяжело, мы стрессуем, мы устаем, когда кажется, что всё, что вот ты такая умная здесь сидишь, и оно всё вообще не работает, это жизнь, это процесс, и это циклы, и это нормально. Слушай, мне кажется, что всё, о чём мы с тобой сегодня говорили, здесь есть один итоговый такой момент, который вот хочется мне, знаешь, красной нитью подчеркнуть, что, во-первых, во всём есть путь, и всё видоизменяемо, это всё обучаемо. Если ты чувствуешь, что ты хочешь как-то по-другому, если ты чувствуешь, что-то где-то не хватает каких-то знаний, где-то не хватает понимания, как искать партнёра, как создавать очередь, как становиться той самой девушкой, которая, знаешь, девушка мечты, когда остальные смотрят твои истории, и всё-таки, ну, как это так у неё всё получается? Мне кажется, здесь самый важный момент во всех этих историях не уходить в себя, не думать в сторону, блин, я там какая-то не такая, или, знаешь, там, выменительные позиции, а посмотреть в сторону обучения, в сторону того, как ты можешь это применить для себя, где ты можешь это применить, и просто пойти вот именно туда, пойти, знаешь, в своё развитие, потому что всё, о чём ты говоришь, это всё про развитие, про узнавание чего-то нового, про пробование новых экспериментов, новые гипотезы, тестирование, и ключевое они боятся, потому что, например, мои ученики, когда они ко мне приходят на наставничество, я им даю какие-то задачи сделать, точно так же, как ты, и встречаюсь с жёстким сопротивлением, когда они говорят, блин, это не работает, это я не хочу, это я пробовал, это вот там, или, знаешь, как ты сказала сейчас, что я всё время делаю, я продолжаю, там, у меня где-то что-то не получается, но я делаю, и вот этот вот момент у ребят, кто только начинает, у них очень сильный страх, даже не только начинает, нет уже, кто и делает результаты, что, блин, это не получилось, наверное, это не работает, наверное, мне нужно от этого отказаться, вот моё мнение здесь, что нельзя отказываться, то есть нужно смотреть, а как ещё можно улучшить, я всегда говорю вопрос себе, а как я могу сделать это ещё лучше, или, а если мне очень сложно, я говорю, а как я могу сделать это легче, а как я могу сделать это проще, я для себя заметила ключевые моменты, это идти в этот страх, пробовать новые гипотезы, если что-то не получается, это путь, это путь, опыт, который мы берём, и даже из самого, вот, знаешь, у меня бывали моменты, когда, ну, просто вот опыт, зачем он мне вообще дал, этот опыт, но я, выписав там для себя, я такая системная, я, знаешь, там выписав, прям вот отрефлексовав в своих заметках в телефоне, я вижу, а что можно улучшить, как в следующий раз сделать круче, и это мне очень помогает расти, и это я, ну, то есть стараюсь донести аудитории своей, в том числе своим ученикам, у тебя здесь как? Однозначно, однозначно, но ещё очень важно, что я вижу, многие в каком-то вот сейчас самопознании, в саморефлексии, ещё очень важна скорость, почему сейчас так много молодых, успешных ребят, потому что они рисковые, они пробуют, 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 тут не получилось, там получилось, то есть здесь вот важно, ещё, да, мы можем очень долго запрягать, какой-то проект придумывать, годами его изобретать, потом уже тебе не актуальны, у тебя на него уже энергии нет, здесь важна ещё первая, это саморефлексия адекватная, это когда мы, да, обучаемся, но тем не менее, мы не отлетаем, очень часто я вижу в работе, там, я подумала, я оценила, а теперь я думаю, так, а не так, ну ты попробуй, уже попробуй, иногда нужно просто попробовать, поэтому вот везде супер важен баланс, в развитии важен баланс, даже если ты будешь много тестировать гипотезы, здесь тоже важен баланс, почему, потому что нужно хотя бы какую-то гипотезу, немножко в ней поработать чуть подольше, потому что ты протестировал, не получилось, условно, вот, поэтому однозначно это путь, то есть важна как бы скорость, адекватность, обучение регулярное, сто процентов, да, ну и здесь, наверное, мы с тобой как два наставника, самое важное находить человека, который это прошел, и который может на тебя посмотреть и сказать, что вот давай вот здесь вот так попробуем, и ты могла бы три года к этому идти, а тебе человек подсветит, даст тебе задачу, ты снимешь результат, и для меня ключевое, это в той сфере, в которой я хочу развиваться, хочу я накачать пресс, а я очень мечтаю его накачать, да, значит, мне нужно найти человека, у которого уже есть пресс, и он знает, как его накачать, правильно, да, если я хочу заработать много денег через продюсирование, кому должна пойти, к успешным продюсерам, наставничеству, в работу, для того, чтобы они мне рассказали свой путь, и не к одному, а мне нужно поучиться у пяти, я думаю, условно я говорю, для того, чтобы посмотреть, а какие инструменты будут работать конкретно у меня, вот, поэтому получается у тех, кто обучается, у тех, кто пробует, у тех, кто не рефлексирует слишком долго, а кто, у кого есть скорость, вот, и кто не боится ошибок, да, очень важно не бояться ошибок, ну, не получилось, и что, и что, очень важно не бояться ошибок. Сто процентов, сейчас вот только перед нашим с тобой интервью, одна из учениц написала, что она проводит, она у меня проводит в воскресенье завтрак, и она написала, что меня бесит уже этот завтрак, я уже не хочу его проводить, при том, что там собрала людей, и всё хорошо, но очень много в этом сопротивлении, знаешь, я вижу, что это просто страх, я ей написала, слушай, ну, не ожидай ничего от своего завтрака, Просто проведи мы на кайфе и всё. И это тоже важный момент, когда мы слишком много ожидаем. Типа, да что же там будет такое, что-то волшебное, что вот прям важно сделать идеально. Если не идеально, то всё, значит, до свидания. Давай ещё поговорим о тех ребятах, которые только-только начинают. Как вот они говорят, понятно, у тебя путь, у тебя уже бэкграунд, опыт, всё это есть. А они вот находят на стадии своей экспертности. Возможно, они даже уже профи где-то в оффлайне, возможно, только-только обучились, неважно, какому направлению. Там эзотерика, психология, мягкая ниша, ещё что-то. Как им создавать очередь из клиентов? А здесь ключевой вопрос, зачем им создавать очередь? То есть мне кажется, что вот это вот сейчас опять подмена понятий, что если у меня нет очереди, всё, я не ценный эксперт. А зачем? То есть, например, создание очереди, это моя условная фишка, моя особенность, которая у меня работает. В тот момент, когда я сказала, что ну я не хочу продавать продукты, я хочу, чтобы у меня покупали. И я к этому пошла. Поэтому мне кажется, ключевое, это опять не циклиться вот так, сейчас рынок, все создают очереди, и мне нужно создавать очереди. И ты вот думаешь, как мне это сделать? Просто делай хорошо своё дело. Делай хорошо выполнять свои задачи, работай классно с людьми, делай классные кейсы, где сами люди придут. Просто заявляй про эти кейсы, показывай эти кейсы. То есть формировать очередь, это определённая стратегия. Её реально сделать очень легко. Но если под этим у тебя нет результатов, если под этим у тебя нет экспертности, если под этим у тебя нет отзывов, то есть кейсов, да, у тебя нет какой-то классного, авторского, ну понятно, что не авторского на 100%, мы все состоим из каких-то методик, но какого-то своего метода, какого-то своего продукта, зачем тебе формировать очередь? Ты так и будешь набирать свою группу наставничества на 5 человек, условно. То есть наш путь, это когда мы, как вообще вот складывается путь эксперта? Это когда ты сначала классный эксперт просто, ты классно, скорее всего ты ремесленник, ты делаешь это руками. После этого ты понимаешь, что я хочу, у тебя идут запросы или ты хочешь там консультировать. Ты начинаешь консультировать, у тебя люди спрашивают, слушай, а как мне на Ватберис зайти, как мне обучиться? Ты говоришь, ну вот так-то, так-то, так. Ты рассказываешь и конкретно, и у людей получается, ты проконсультировал, и у них получается зайти на Ватберис. И потом ты понимаешь, что к тебе люди говорят, слушай, а возьми меня за руку, проведи меня и научи меня выйти вместе с тобой на маркетплейс. Ты такой, хорошо, ты берешь уже на какую-то там, на двухмесячную работу, да, и ты вместе с ним за руку выходишь там, ему помогаешь выстроить бизнес на Ватберисе. Да, и ты понимаешь, что к тебе приходит так много этих людей, что уже индивидуально за руку тебя не хватает. Ты такой, теперь я объединяю в группу, у меня есть метод, благодаря которому, там за 10 шагов, за 10 каких-то взаимодействий уроков мы проходим вместе и получаем, вот каждый, кто ко мне пришел, стал тем самым продавцом на Ватберисе, например. Вот, и после этого ты понимаешь, что все, у меня уже так много учеников, у меня есть свой авторский метод, и ты идешь уже как раз в медийку, идешь в развитие своего блога, идешь в выстраивание своих собственных стратегий, очередь, не очередь. Может, у тебя не будет очередь, может, у тебя будет сидеть просто отдел продаж, и ты в сторис выкидываешь ссылку, или ты гонишь холодный трафик, у тебя на холодный трафик приходит заявка лид, да, отдел продаж ее отрабатывает. И тут уже абсолютно разные стратегии под тебя. Вот, но если ты хочешь формировать очередь, все же, то ты уже работаешь тем образом и позиционируешь себя тем образом, что на любое касание с тобой очередь. На консультацию очередь. Там, не знаю, кофе попить, встретиться? С тобой никак. Очередь, слишком много людей хочется с тобой встретиться. Но опять же, это супер неискусственно должно быть, да. То есть у меня реально, вот мы с тобой сколько раз приносили нашу запись, потому что мне просто физически некогда. И то есть я уже такая, мне уже стыдно уже переносить. Я думаю, нет, нужно срочно записываться. Вот, соответственно, там, я только выкидываю какую-то анкету, у меня тут же записи, я выбираю из людей. Я хочу выбрать себе ассистента, у меня 50 ассистентов в очереди, чтобы со мной работать. И то есть ты формируешь взаимодействие, в принципе, любой контакт с тобой через вот эту призму очереди. Где-то ты можешь ее гипертрофировать изначально, но просто показывать, что я хочу здесь одного ассистента, у меня 10 заявок. Я хочу поехать попить чай, у меня 10 человек хотят самой попить чай, я даже не знаю, как мне сейчас выбрать среди вас всех, потому что у меня условно работа, и все классные, хочу всех увидеть. Да, на мой продукт, на любой там у меня стратег, у меня реально очередь есть. Я отказала, у меня сейчас 3 миллиона стоит продукт, я отказала, где-то 4 человека, кто прям хотел зайти, я говорю, ребят, ждите весны, мне некуда. Я делала запуск, я там сделала 3 миллиона за 2 часа, потом 10 миллионов за 3 дня на 90 человек, просто потому что, опять же, моя стратегия очереди работает. Но не прошла бы я этот путь, который я только что проговорила, было бы невозможно. А дальше очень важно приучить аудиторию. Например, дам просто лайфхак. Вы открываете окно продаж. Обычно окно продаж длится 2 недели. И мы там продаем, продаем, продаем. У меня окно продаж 1 день. Я буду продавать 20 числа. Все ждут это 20 число. И что важно, вот это вот наш страх упущенной выгоды. А вдруг люди-то не увидели они за 21 числа. Вот я еще попродаю. Нет, вот когда ты формируешь очередь, ты, может быть, потеряешь чуть-чуть за счет этого. Кто-то не увидел, кто-то прозевал, кто-то не привык так быстро покупать. Но 2-3 раза ты покажешь, что у меня можно купить ровно 2 дня, люди будут ждать этих дней. То есть и важно здесь не предавать себя, не предавать свои стратегии. То есть мы там открыли окно продаж на 1 день, но вроде бы как мы еще неделю где-то продаем. Нет. Если люди не увидели, мы крупно показываем, а надо было раньше. И, соответственно, в следующий раз, что люди сделают? Они будут более внимательны. Да, возможно, части не купят у тебя в следующий раз, возможно, они уйдут. Но тем самым ты формируешь стратегию, чтобы люди внимательно относились к твоим предложениям и покупали у тебя ровно тогда, когда ты даешь им возможность купить. А с какого момента можно эту штучку использовать? Когда угодно. Но в первую, можно использовать когда угодно, но самое главное, чтобы у тебя, что было, были кейсы, твой продукт, твой метод, чтобы ты был не инфо-цыган, а чтобы ты был действительно твердый эксперт, который не просто классный, вот понял сейчас, я сейчас буду строить очередь на свой продукт, а продукта внутри никакой, а результатов у людей нет. Когда ты понимаешь, что у тебя стоящий продукт, на который в принципе реально люди хотят попасть. Смотри, то есть я правильно понимаю, что, давайте разберем немножечко здесь, да, сначала мы формируем кейсы, результаты, сначала продукт, затем кейсы, результаты, и затем на базе этого мы делаем социальное доказательство в соцсетях, неважно, какую мы используем. И если мы выбираем стратегию очередь, если мы решаем, что нам эта стратегия нравится, мы не придаем себя, и мы делаем такие инструменты, используем, когда можно купить мой продукт один раз, грубо говоря, в полгода, или там один раз в месяц. Окей, и вот хороший ты сказала сейчас момент, что, а нужна ли вам очередь? Если вы пока не чувствуете вот этой вот силы, то тогда не использовать этот метод? Или как бы тут поступать? Да, она вообще многим не нужна. Можно продавать регулярно на холодный трафик, делая запуски, вот, и, соответственно, не говорить о том, что условно у меня очередь, а просто выстроить такую систему, что у тебя идет понятная лидогенерация, у тебя есть понятный план продаж, у тебя есть понятные вливания в маркетинг, и ты каждый раз масштабируешь свою стратегию. То есть не всем нужна очередь абсолютно. Так ты думаешь, кому нужна? Это определенный тип личности в любом случае. Вот, и здесь нужно, знаешь, ты хороший вопрос задала, но на самом деле, мне кажется, ответа на него нет, потому что это, во-первых, принятие решения, а хотим ли мы строить такую стратегию, да, если мы возьмем Apple? Формируют ли они, а сейчас же Аташа, очередь на свой продукт? Формируют. Да, и, соответственно, если я хочу быть, как, не знаю, если ты хочешь купить сумку Биркин, или хочешь купить классные часы, тебе год нужно ждать, тебе нужно быть лояльным клиентом этого бренда. Если ты хочешь быть, условно, уже какого-то такого сегмента, недоступного, и ты выстраиваешь такую вот стратегию, и у тебя какой-то там, у меня же премиальный продукт, и прочее-прочее, возможно, нужно показывать. А если у тебя массовый продукт, и, в принципе, там, я не знаю, стоит 2000 рублей, а нужно ли тебе, если ты хочешь весь рынок тем самым, чтобы у тебя большее количество объема рынка были твои. Но при этом можно точно так же и говорить о том, что, несмотря на то, что даже у тебя массовый продукт, у тебя может стоять очередь на этот продукт, ты говоришь, я продаю свой вебинар ровно двое суток, и мы так делали. И у нас за это двое суток основная у нас получает с касса в это время, нежели мы в Ростеаке. Это же так сложно продавать по 2-3 недели. Я в своих стратегиях, в своих продуктах, как правило, использую элементы создания очереди, и у нас короткие окна продаж, за счет которых мы делаем наибольшее количество денег. Мне проще так, моим партнерам проще так. То есть у меня экспертность в этом, да. А кто-то реально может весь месяц продавать, у него может быть зеленый запуск, люди в течение месяца заходят, и зато каждый месяц системно, вот, например, там у меня в стратегическом сопровождении, каждый месяц мы системно делаем 20 миллионов, сейчас мы уходим на 50 миллионов. Там нет стратегии очереди. Да, там система, когда ты постоянно делаешь. Смотри, а если так случилось, допустим, эксперт выбрал для тебя стратегию очереди, вроде бы есть, все транслировал, но рассчитывал, например, там, не знаю, на 5 миллионов заработал 1 миллион. Я про это и говорю, что нужно принять тот факт, что когда ты будешь формировать новую стратегию, вероятнее всего у тебя будет просадка, потому что люди не привыкли. Ты в этот месяц заработаешь не 5, а миллион, в следующем месяце заработаешь не 5, а 2, а в другой месяце заработаешь 30. Поняла. Так нужно приучить свою аудиторию. Супер. Очень круто сейчас сказала, прям хорошо, потому что я уверена, что у ребятам здесь непонимание есть, а как это сделать. Класс. Ну что, я тебя благодарю. У нас сегодня было очень, такой для меня интересное, в первую очередь, интервью. Я много, как обычно, как от наставника тебя почерпнула. Я уверена, что все, кто нас сегодня слушали, они разобрались, нужна ли им стратегия очереди, как ее использовать, очередь вообще, создание очереди, и что позволяет делать действительно классные топовые результаты, и как работать с такими экспертами, где их брать, как их искать. Я всем рекомендую, кто еще не сделал, обязательно подписаться на мой канал, и оставить свой комментарий или вопрос, если у вас остался ниже. Даша, расскажи, как тебе. Даша, я тебя в первую очередь, я тебя в первую очередь благодарю, за то, что ты меня пригласила, мне было очень ценно, очень приятно с тобой общаться. Все, кто слушал, что я хочу вам порекомендовать, будьте верны себе, не используйте на себя ничьи стратегии и шаблоны, в первую очередь идите от себя, потому что такое многообразие сейчас инструментов, такое многообразие продуктов, такое многообразие стратегий, и что можно просто заблудиться, когда мы примеряем на себя чужие маски. Оставайтесь верными себе, и я уверена, что у вас точно все получится. Спасибо тебе огромное за интернет. Спасибо, Наташа, спасибо тебе. Спасибо, что пришла. Спасибо.